История первого автомобиля началась еще в 1768 году. Конечно, тогда автотранспорт выглядел несколько иначе, да и возможности были другими. Сегодня машина из предмета роскоши превратилась в обычное средство передвижения. И даже если нет личного автотранспорта, всегда можно воспользоваться услугами такси. Здравствуйте, до площади доедем? Про тех, кто всегда везет. И днем, и ночью, и в будни, и в праздники, и в любую погоду. Водители транспортной компании 71144 уже давно зарекомендовали себя как профессионалы. Таксист Владимир Филистеев, компании уже восьмой год, а за рулем вообще с 19 лет. Признается, на чем только не ездил. В армии вообще довелось управлять бронетранспортером. Своё дело любит и к работе подходит со всей ответственностью. Детей отправляют в школу уже одних. Там 8-9 лет часто дети ездят сами в такси. Да, потому что уже привыкли, что таксисты вежливо-культурные, обязательные. Всегда ребенка отвезут, довезут. Вот так же помогаем людям с ограниченной возможностью, которые, допустим, плохо ходят. Помогаем перенести там сумки, подняться до квартиры. Владимир признается, о работе в такси не мечтал никогда, но автомобили всегда завораживали. Поэтому от своего дела получает удовольствие. Гибкий график, хороший коллектив, компания с большим опытом и хорошей репутацией. А главное – работа рядом с домом. Достойная заработная плата, что немаловажно. Работа прям с домом вышла, села в машину и уже на работе. Работа интересная, нужная. Постоянное общение с разными людьми. Конечно, как ни крути, бывают и сложности. Постоянные пробки – непростые дорожные условия. Да и пассажиры не всегда вежливые. Но работая в сфере услуг, надо всегда оставаться спокойным и тактичным, уверяет Владимир. Ведь в день каждый водитель выполняет по 20-30 выездов. А иногда работа вообще преподносит сюрпризы. И из простого таксиста превращаешься в водителя скорой помощи. Приезжаю, и ребенка ведем в больницу на Краснознаменскую. Ребенка – приступ астмы. Спрашиваю маму, почему не скорая помощь? Я же не смогу оказать помощь, допустим, медицинскую. Услуги – помощь нужна какая? Нужно быстрее заставить ребенка в больницу. А скорую помощь приходится ждать очень долго. Компания 71144 на рынке транспортных услуг в Щелкове – одна из старейших. Сегодня ее автопарк насчитывает несколько сотен автомобилей. Все иномарки – от комфорт до бизнес-класса. А трассы здесь отказались. И связь между диспетчером и водителем происходит через планшетный компьютер или смартфон. А в некоторых машинках можно воспользоваться еще и бесплатным Wi-Fi. Однако главное – это все-таки безопасность. А за нее в 71144 ручаются. В будние выходные, в день автомобилиста – всегда. От лица всего коллектива хотелось бы поздравить всех работников транспортной компании, всех работников пассажирского транспорта города Щелково и Щелковского района с праздником, с профессиональным Днем автомобилиста. Желаю всем ни гвоздя, ни жезла, всем счастья, удачи, всего самого хорошего. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова